Сейчас интересное противостояние будет Гриднев и Калинин. Оба бойца очень титулованные и, в общем-то, заслуживают пояса. Так, удар сразу же первым ударом. Ну, удар был в бедро, с разворота в бедро, но в таких случаях, значит, дают спортсмену восстановиться, потому что спортсмены должны одевать паховую раковину, значит, а в Таиланде, в общем-то, непредумышленный ударом в пах, короче, даже никак не оценивается, надежная защита в предусмотренном, то есть, лоу-кик жесткий, мы видим, пробивая Калинин. Интересная завязка поединка начинается. О, еще хороший лоу-кик, да, еще два таких лоу-кика, я думаю, бой будет закончен. Хорошее добивание проводит. Да, видимо, потряс все-таки Калинин-Гриннева ударами. Жесткие удары наносит им в добивание, видно, что вкладывается. Пытается сделать выкрут пятки. Выходит из этого ситуации Калинин. Недобивание, мы видим, в исполнении Калинина. Почему-то в глухую защиту уходит Гриннев. Пытается он все-таки вытянуть из ущемления Ахилова сухожилия сделать Калинину. Так, держится за канаты. Шейда Сергея сразу упреждает эти моменты. Что случилось? Провел добивание, видимо. Не совсем понятно, или, видимо, потряс своего соперника. Не понятно, или... Отсчитывает. Отсчитывает. Непонятно, что произошло со спортсменом. Не может встать на ноги. Что произошло, не совсем непонятно. И мы видим, в финал выходит Александр Калинин. Сейчас повторы покажут. Давайте посмотрим на повторе. Я все-таки не понял, что случилось с ногой. Это вот удар был, который у нас... Что произошло? Я не совсем пойму, он держался за ногу. Не мог встать на ногу. Где там была нанесена травма в ногу. Удар, удар, удар пяткой был. В общем-то, это не в пределах правил, потому что удары ногами разрушены только в стойке. Забивание руками, мы видим. Где он повредил ногу, я честно говоря... Я не знаю, что, по-рудеалю... Я не знаю, что, по-рудеалю.